А, Карчерияс, да-да-да, похожий, хайфренд. Разница, видите, какая по возрасту? 24 года, 33. Undead Elf, статистика, кстати, 50 на 50 versus opponent. И ранг приблизительно один и тот же. Так что интрига будет в любом случае. Я сегодня узнал, что продается автоматический туалет для кошек. Как же дальше жить? Действительно продается. Он, правда, много места занимает, но это... Действительно такое есть, да? Погнали. Нейтрон, желтенький левый нижний угол. Карта Last Refuge. Единственное, что нейтрона бы я переставил. То есть взял так бы. Вот, нет, так не получится. Ладно, переставь себя сюда. QR-код убери сюда. Пофиг на инвентарь, все равно будет видно, да? Подними еще чатик для того, чтобы было видно продакшн. И в результате мы уже все будем видеть. Отлично. Так. QR-код можно под нейтрона. Блин, е-мое. Да, поскакал, поскакал. Да, QR-нейтрон будет у нас. А зарубежные стримеры читают нитпох. Да, да, у нейтрона своеобразное написание никнейма. Костислав, это просто способ подкрыть чатик на телефоне. Старбак уже, можно сказать, ну не то чтобы угадал с героем, но Димка может озадачить козла. Как, в общем-то, и любого интового, особенно, героя. На это говорит, что сколько нужно заплатить, чтобы забанили. Зачем? 200-300-500. Ты бесплатно будешь забанен, если будешь нарушить правила. Все, все просто. Очень битый барак. Весп неплохо. Хотя бы два их, да. Ах, чуть-чуть не хватило. Да, да, да. Только что, только что второй уровень был бы. Карась, привет. Бесплатно неинтересно, говорит Снейпер. Это как все, хочется выделиться. Может быть. Может хочется по каким-то причинам получить бан, чтобы, ну не знаю, по кем. Но не хочется правила нарушать. Но этого тоже не добивает. Но Старбаку не очень на старте везет. То есть это как раз вариант, ну, это именно про везение. Доля секунды. Такие моменты не просчитываются. Мисс Сиксти. Мисс Сиксти. Привет. Хочется добить, не получается. Надежда не будет Моноберн делать, поэтому просто вслепую. Сейчас еще добьет каким-то Макаром Нитру. Неа, не получилось. Берн второй левел у Демон Хантера. И возвращается назад. Вставит вард. Вот, а что делать с козлом, когда у тебя маны нет? Это задачка. Причем он без ауры. А, о, что? Что? Нитрон знает чего-то. Чего не знаю я. Реально сейчас он ставит базу, не имея на это какого-то серьезного преимущества. Возможно, у него есть преимущества по знаниям, так скажем. Как Старбак разведывает, что он делает. Ну, Арчи, например, уже бегут. Плюс... Плюс... Пластный момент. Второй герой Нага. Вроде как неплохо, но у Нитроны тут сразу минус 1 Арчи, а второй он спас. Прикопка. Сейчас на Нагу идут. Стапов нет ни у того ни другого. Эта Нага должна умирать, в общем. Четыре. Четыре там было хита. Ах, какая грязь. Вот, дальше у Нитроши... А, у него основание, это остаемся на Т2. Основание, строим талон и встаемся на Т2. Вот и все. Магазин в хорошем месте. Ну, очень аркадная игра, друзья. Прям очень аркадная. Почему талонов, а если дриаду против... Ну, Арчами убиваешь. Ты делаешь Арчи талоны. Довольно универсальная тема. Как рефлы плюс кастеры. Или как финды плюс кастеры. Плюс банши, например. Прикапываю Димку. У Димки нет слепортов. Это отличный повод его пофокусить. Утащил артефакт, Дима. Пожалуйста. Большая бутылка жизни. Да, согласен. Экспу собрал с собой хогграф. Старбак будет пушить с медведями, как мы видим, правый нижний угол, 3 of Eternity. Но сейчас он гораздо лучше крипится, конечно. И Риджуф, который двойной появляется благодаря патчу, он сильно упростит криппинг. Капец, стрим всякими оверлаймами нагружен, не хватает только дейли гол. Но я пытаюсь удобство повысить, на самом деле. Тем же самым QR-кодом. Это ж не промокод на Додо Пиццу или там Папа Джонс какой-нибудь, или донат. Это для зрителей. Пэрифайр уже подсвечивает неплохо. А Нейтрон, как видите, вообще в циклон выходит. Ай, талонат. Немножечко, немножечко позади все-таки Нейтрон. Ну, по герою смотрите, 2-1-3-2. Сейчас подрезает еще юнитов, хотя преимущества у Нейтрона по лимиту нет. Мне кажется, в одну атаку сейчас развалится Нейтрон Шува. То есть до Т3 он не успеет дойти. Даже без арбы. Да. 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 Да, разваливается Нейтрон. Вообще против Димы в Козла играть это очень такой рисковый шаг, так скажем. Но Нейтрон прикипел к киперу. Ещеана Сталон, минус Телепорт. 40 на 50 заведите, это неважно. Фуууу. Да МГ бы дожить. Какие-то... Тут не будет МГ. Тут у него Хантерс Холла по билду нет. И, соответственно, Лорниц нет. Нет, тут он должен жить до, типа, циклона, но он не доживет до циклона. Разве он развидывал до алтаряш, что там эльф? Кстати, Старбак же у нас рандом. Или Старшейфт у нас рандом. Сейчас подскажут мне эксперты. Талоны подставляются. Нага с арбой. Мастера делаются. Старбак, Старбак. Тогда понятно, почему Кипр. То есть тут уже не угадаешь. Как мне часы убрать? Перекрывают. Видел и все. Часы. Часы. Дима надежнее был плохой выбор Кипра. Но Кипр заходит против всех, кроме эльфов. А медведи с маной. Просто уничтожение идет. Просто уничтожение. Жалко. Медведей уже там 4-5 человек. Подходят все новые и новые. 46 лимит на 54. Причем больше Старбака. Должно быть наоборот. Пытается не тронут ковыряться здесь под деревьями. Старбак, Нагу. Но есть нычка, на самом деле, у него. Да, минус Альтарь. Ой, в смысле, минус этот. Минус Кипер, потому что не было палки. Не было палки второй, не было телепорта. Жалко. Инти говорит, привет, поскажи, ты сейчас фуфакинг биннес Альтарь сразу, все пробую, все неудобно. А я на стандартах сейчас играю. Раньше все было на вот КВР, АСДФ. То есть там ДФ, кажется, у меня Алтарь был. Но Алтарь, в общем-то, все пробую, на все неудобно. А зачем на какую-то кнопку особую биндить Алтарь, если ты его строишь только, как правило, раз в игру? Нужно думать о биндах самых ходовых. Например, о кнопке, переносе кнопки М для более практичного окружения. Или для переноса кнопки, там, не знаю, со скиллами какими-то экзотичными. Зря он под колодцем полез. Да нет, там не важно уже. Там такое преимущество, дикое. Риджова у него постоянно. Медведей много. Даже в плюс разменивался. Мудвелла пустые. Эх, опять музыка. Опять музыка. Я про инвентарь. А, я вообще как-то в твоем сообщении увидел слово Алтарь. А, я его не бинжу. Я его не бинжу. Так. Не уверен, что нас за это не забанят. Поэтому давайте не будем. Что, 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 что? Что еще? Что еще? О, давайте реплей посмотрим. По-хорошему, конечно, надо реплей смотреть вместе с звуком со стрима. За что бан это? Ну, Ютуб. О, только карта другая. Я перезатер старый. No. Хотя автосейв должны сработать. Автосейв, мультиплеер, это одно так. Попробовать еще раз. Вечная ошибка. Представившийся, как злые штаны, поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Майкер. Дорогой. Как же хорошо смотреть Варкрафт в твоей озвучке. Дорогой. Спасибо большое тебе. А за рыбу, типа, не забанят. Кажется, за рыбу не банили. Так. А может, надо было, конечно, сегодня сделать перерыв в Варике. То есть, посмотрели на фоги, а вечером, вечером подзовить. Что и завтра будет продолжение. И одного турнира, и второго. Но уже в середине процесса не стоит. Давайте, по крайней мере, не трону досмотрим. Вд-шку с околом. Да, мне чувствуется, что хочется какой-то прохлады какой-то. Я сижу, парюсь. Гоу, PUBG. Еее. Гоу, Ласт. Через. Халф Эн Хоур. Получил прививку сегодня без PUBG. Там Эмилия еще ждет. Да, Эмилия, та еще. Найт Хевен. Эмилия Найт. Дремшади поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. 25 мая выходит годная игра. Ссылка. Биомутант. Субтитры делал. Фу. Субтитры делал. Ваваленч. Творческий. Субтитры делал. Полноценную. Не продал. Создание. Получилось. Для начала о кастомизации. Дизайн неплохой. Это дотка. Похоже. Почему не могу донат с картой сделать? Ой, мне сложно сказать. Мне сложно сказать. Так, что там Сокол? Сокол молчит. За бобра можно играть? Там какая-то кастомизация есть. Но это первый вопрос, да. Где-то будет слишком жарко, где-то... Блин. Что-то нам не напоминает. Fortnite, наверное, по стилистике. Ну, визуальный стиль. Цвета. Зельду, говорят. Зельду на свитч. А-а-а. А-а-а. Может быть. Ладно, давайте за нейтроны доболеем. И передохнем сегодня. Дайс, я надеюсь, там справится. Мне говорят, Михаил, может, кстати, с Риза поболтаешься. Спросятся о сроках нового барагона. Может, даже на стрим пригласишь? То есть ты хочешь в каком-то попытке повлиять на творческую личность? Может быть, это и возымеет эффект, но... Это не очень надежный способ. Так, Старбак у нас попался за орком стал. Если еще не трошь, а отлетит просто от рандома. Хоть и сильного рандома. Это будет разочарование. А где сам Пух? Тренер Фогги не играет больше? Сам по себе он не играет. С Пухом я виделся совсем недавно. Он приезжал в гости. Все хорошо. Он не голодает. Веселенький. Миш, ну как так-то? Я только Мартини с водкой намешал, а тут Варик к концу подходит. Да. Неловкий момент. Нейтрон, да. Нейтрон с козлом. Может быть имеет смысл тогда делать ранние разветки против рандома. Потому что сейчас он 1 к 4 опять героя не угадывает. Лучше Варик, чем PUBG, зрительство в два раза меньше будет. И что? Ну если без удовольствия, то какой смысл? Угрожает Сергей, говорит. Угрожает, говорит. Все, они будут тебя смотреть? С Соколиком хорошие трансляции получаются. Добрые, веселые. Тем более мы сто лет с ними играли уже. Бабушка Муна, здравствуй. Второй кипер. Странно, что Нейтрон в Испании не настроил нового. И не пошел диспелить того же самого ФС. Два волка, например, такие были довольно уязвимы. Можно было напрячь немножко ФС. Варибух, так он же вчера играл только. Пропустил вчерашний матч. Он на этом турнире играет. Просто он вместе с Хавком, Фогичем. И к Слордам уже взяли квоты в плей-офф. Какие планы на девятые? Да никаких. Я сейчас очень сильно корректирую планы все, исходя из расписания турниров. А, там Сокол уже в PUBG играет. Псих. Там какой-то чел на форуме написал, мол, нафигеться стримить в Warcraft 3, если есть демка 2 ремейка и новый Resident, ты же тоже заботится. Да, да, заботливые товарищи. Заботливые. Не, просто перенасыщение есть определенное. Особенно, когда игры... Сегодня вот классные были игры днем. То есть там уже плей-офф, там за Фоги поболели, там с Муном, все дела. Вот, а когда мы смотрим, как Нейтрон в лозерах отлетает от рандома... Ну, не отлетает еще. Тут еще не факт. Я, правда, тоже отлетел от него, естественно. Правильное решение по поводу телепорта Старбак принимает. Очень красиво. Не дает зайти, ставит бору. Вау. Да, Старбак хорошо реагирует. Ну, вот Кипер плюс халявный Экспо — это как будто то, что Нейтрон просто отрабатывает чуть не против всех рас. То же самое против Орка, например. То же самое можно делать против Андеда, и, скорее всего, он делает против Андеда. С Хуманом сложнее, но против Хумана через Кипера можно в агрессию пройти. Но Румуник флаги на табло. Да, они соответствуют. Все правильно. Просветочки нет. Можно было с старыми волками забрать Арчу. Ну, Панди прокрипится нужно, естественно. Она пытается. Там Тауриэн второй. А Нейтроша делает у нас... Очень поздний Хантер Сколл как будто собирается играть не в лорниц, несмотря на наличие форсира, а хочет делать вообще халявный еще третий тир. Нейтрон может себе позволить. То есть, вот он реально такой аркадный товарищ. М9 и Чоу, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщил... Мясной конь! Мне кажется, эти игры только мясной конь оживит. Привет, мясной конь. Давненько не заходил. Сколько воспоминаний добрых. Он вернулся. Еееей! Ты можешь подражать. Специально отводит панду. В смысле, отводит козла. Панда под Лайтнинг-щилдом атаковала. Лайтнинг-щилд свой, поэтому добил, не добил, неважно. Две лорницы все-таки у... Нейтрона. И... Чисто масс-дриады, конечно, не очень хороший выбор против хэдхантеров-берсерков. Но дриадки, например, им пофиг на форсира абсолютно. И им пофиг на Таурена абсолютно. Ай-яй-яй, панда! Там есть стапчик, хорошо. Надо только передать персональный телепорт панде. Потому что ты ее телепортируешь, ей нужно возвращаться. Она чаще будет портаться домой. Нейтрон хорошо может сейчас поймать на криппинге. Бук оф Дэдс. Хотя может сейчас использовать. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я лишь скромный поклонник конского творчества. Конское творчество. Могут убить. Не совсем понятно, зачем здесь нейтрон сражения. Ну, понятно, что он хотел поймать на криппинге, но продолжение сражения, оно было такое... Опять телепорт нужно делать. Разок он уже его подэкономил. Шаманы-адепты. Оболит шудрят. Через лорницу можно в Т3 пойти в МГ. Хорошую контру как раз берсеркам. Скорее всего, будет поставлено. Видите, сколько денег у Старбака на руках. Он подходит под лимит 50. Он делает сейчас разведку, видит экспант. И по ситуации он сейчас может себе позволить поставить ничку. Учитывая то, что он поубивал. И там минус телепорт, выкуп. Почти он заработал себе на экс. Так что шкатулка, скорее всего, будет сейчас. У форсировки что-то не отображается, но я уверен, что да. Не отображалась какое-то время. Сейчас отображается. Мастер тренинг Сейчас, в принципе, нейтрон может выходить из лимита У него, правда, сапплай-блок Мунвелла только только доделывается 60-70 И надо бежать Но нейтрон уже по таймингу по-хорошему здесь Свиток лечения Труша Таура Панда третья Берсерки пошли Поздноваты берсерки у Старбака У него не хватало ресурсов Что? Так, нейтрон сейчас берет и тыкает Т3 А это очень странное решение Ну пока он мог Но он не знал этих таймингов Он не знал шаманов-мастеров, доделывающихся Берсеркеров, доделывающихся То есть он думал, что... А, вот сейчас уже не пробиться Минус арча Ох, ё-моё, минус 3 арчи дриада Четыре арчи Видит Бладласт Дыхание, дыхание Там под спидами бежит Кажется, Старбак Здесь уже не отпустят Учитывая пассивную игру И Таурена И Т3 у орка Нейтрону Нейтрону нужно дожидаться Опять же арбы дожидаться Грейдов на АМГ дожидаться Нет, похуй, надо их в Химер Вообще, Химеры тут никого не убивают К сожалению Ну, кроме у Вышек там издалека Потому что против Бладласта И этих Берсеркеров Будет крайне сложно Химерами что-то сделать У них сейчас, кажется, даже рейндж одинаковый У Химерок с этими с... Ой, почти Видели? Там дверятки помогали Медведи тут вряд ли помогут Потому что, опять же, есть Таурен Есть Томп А Берс очень... Так Рустамчик Привет Еее С тележкой смотрю в последнее время Г-г Сердечко С тележкой С телека, видимо, автозамена Спасибо большое, Рустамчик Вот, и... Тут... А, не трошь идет в Медведя Таурен почти четвертый Представляете, что будет, когда пятый Таурен будет Против Медведя Там же вообще мишки Будут стоять в стане Их будут расстреливать под Бладластом Эти Берсеркеры Сумасшедший дамаг Так он не будет пушить Ну, там опять Рема Точнее, Нео Где, 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 где? А, дыхание только что было, сори Я пропустил его Думаю, что такие красные, а нейтрон не дышит Ну, минус эксп там, минус эксп тут Ошибки, ошибки, ошибки Ну, он слишком рано стелепортировался Мне ничего не угрожало, абсолютно Это... Ну, сейчас нейтрон пойдет в последнюю атаку Восстанавливать дерево он даже не планирует Судя по всему Посмотрим Одна битва Еще орк мог пойти Сейчас спокойно в разводы Может поймать на красный Но поздновато уже прибегает Нейтрон сразу перегруппировается Четвертая панда Чайник Хороший стомп Очень хорошая винная пара и дыхание Очень Лайтнинг щелд на ТЦ Четвертый ТЦ Пытается уйти Но у него есть инвул, кстати Какой бардак тут просто Кадой идут вперед Стомп нужен Бах, стомп шикарный Минус кадой Ториан инвул Сейчас мана И стомп еще один, смотрите Бах Вот как Берсерс Расстреливает медведей Ну и Эксп опять же Хотя нейтрона очень много Но он медведей типа не потерял У него все выжили Ё-моё Тут реально у Старбака проблема Все красное прекрасное Не, нейтрон здесь выиграть должен Уже должен выиграть Старбак несколько был неправ Что начал сражаться уже ни за что Сейчас дыхание от панды будет Сейчас дыхание от панды будет Вау Да Справляется нейтрон Ладно Пошла регенерация троллей. Действительно, Т2 не сделал. Ну, 100-100. Как будто каждому троллю выдается кольцо регенерации. Там 2 хита в секунду. Вообще, этот грейд еще из второго варкаута. Помните, у троллей там за 2500 или 3000 золотых. Очень полезный был. Постражался, в общем, хорошо. В углу, в нейтрон. Медленно подходила армия, растянута была. Поймать на криппинге не получилось. Панда хорошо подышала. Таурен большую часть здоровья потратил без толку. Это не Олэйн, нейтрон же эксп ставит. Ну, часто да, но он не ставил... Вальм 0 НТ поддержал ваш канал на 300 рублей, сообщил поднять щиты за Юрку. Привет. Это тот самый Вальмон. Тот самый. Понимаете? Ее просто нечем контрить панду. Нет диспала, чтобы винные пары снимать. И даже не хочется те винные пары снимать, потому что у тебя еще Bloodlast. Винные пары закончатся, хотя они сильнее штрафуют, чем дает бав Bloodlast. Но... Рано-то не трошь похоронил. Рановато, да. Рановато похоронил. Нейтрон ставит еще одну базу на 6-ти часах. В бестиаре нет ничего, что спасет сейчас Старбака. Может быть, Кадоев две штучки, но лимит такие, что Кадоев вряд ли выживет. А, на 6-ти просто Ов стоит. Окей. Хорошо. В общем... Да, пятая панда это жесть, конечно. Я не знаю, что... Если ничего не сделать с этой пандой... Просто ничего. Почему Нейтрон не дожимает? Он базу убил, сейчас время есть. А у него панда была не пятая, видимо, хотел закрепить, так скажем, преимущество. Пешком идет Старбак отбиваться. Разница по лимиту в двадцатку. Какие виверны, вы что, с ума сошли, блин? Ну, это от безысходности. Панда... Виверны этих... Дыхание, шикарно. Может, перегруппируемся, нет? А, телепорт. Ну, в целом, все равно неплохо. Просто выберет четырехлимитную виверну, у которой не сильно больше здоровья, чем у берсеркера. Стоит она в два раза больше, чем берс, а урона с ней... от нее так же. Хотя с ядом побольше, но берсеркер под... под рейджем, он же... наверное, виверны передэпэсит. Ну, один на один-то он ее точно убьет. Ну, из-за того, что там штрафы, бонусы. Но даже если они будут стрелять по одной и той же цели, ну, по... по двум разным целям, но одинаковым целям, так скажем, виверна меньше будет урона наносить. Потому что она реже стреляет. Значительно. Ториан пошел. 80 на 60. Все, пожалуйста, винные пары. Причем вторые винные пары. Там миссов 60-70%. Никто не умирает у нейтрона. Правда, две дрядки минус. Форсир пытается уйти, ГГ пишет Старбак. Да, нейтрон вырулил. Старичок. Че-то улыбается. Как-то случилось, я оффнул, когда нейтрон не добил экс. Очень плохо постражал со Старбак в правом нижнем углу. Да, это нейтрон. Это нейтрон. Старбак. 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 Я отключаю сокол, он к дропу едет. Не-не, ну вот здесь, прямо передо мной где-то спрячутся за деревьями. Сейчас, пока музыку все равно мы не можем поставить. Посмотрим, как сокол приедет и... И полутает. Сокол ничего не остановит. Ох, опасно. Но у меня тут такой транспорт, конечно. Ну, блин, лучше, чем... Как же он лут... Вы видели скорость. На желтой метке Т3 брони. Радай, садись в люльку. Это боевая люлька. Я знаю, хочу меня сидеть. Да. Балансирует ход. Давай рыбу, говорят. Давайте рыбу. Я мутанта закроем, рыбу откроем. Ооо, это же... Подождите, у нас Соник в чате. Соник, подождите. Вот, смотрите. Вы не заметили просто, как в чате Синевик написал, интересно, кем Т3 будет играть? Соник. Во-первых, ты слышишь, Соник? Слышишь, наверное, да? Соник. Во-первых, респект тебе, что развлекаешь. В общем-то, раскраска прекрасная, боевая, прям классная. Интервью тоже радует. Жалко, конечно, что не прошел, но... Вот, мы бы хотели, короче, чтобы ты прошел. Вот. Поэтому болеем, болеем, переживаем. Красава, короче, красава. Соберись ты можешь. У меня есть хитрый план на завтра, говорит Соник. Так, а Соник, с кем у нас завтра играет? Сейчас, подождите. Чумуч 89 подержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Чумус. Миш, коллеги на задании. Ссылка. Russian Army. Что, бобры опять наши воюют? Понятно. Два неизвестных бобра лишили город в Канаде из интернета. Да это Баян. Мы четыре дня назад эту операцию привели. Так, то есть Соник ждет либо Дайс, либо Тарзейна. Но у него уже сейчас есть какой-то план. То есть, как будто... Если возьму игру, то выясним, кто сильнее Дыха или Кот. А-а-а-а. Короче, красава, Соник. Позитива столько. Было. Блин, из музыка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ждем. Поехали Что с музыкой? Мне кажется, на ютубе за перебивки между матчами подбанили Вчера Четыре дня ты следишь за семи бобринами ЧП У нас какой-то новостной сайт У нас канал в Телеге Должны держаться вместе Что-то вроде клуба поинтересам Такой заросший нитрошки Главная раса написана и говорят комментаторы, что это андеды Видите, Старбак даже двумя своими второстепенными отыграл весьма и весьма неплохо Андеды, Старбак И трон в покер катает еще? Насколько мне известно, нет То есть он в определенный момент там позанимал, залил и ливнул Не знаю, когда это было, но тем не менее Просто не в курсе, оголенные тела без интима Можно, говорит Соник Как твои трансляции могут быть без интимных моментов Поэтому А ты хочешь Оооо Главное соски не показывать, потому что на твиче могут забанить Ну хотя забанят бэк ту орков, какая разница Так что давай Чувствую боди-арт какой-то будет Типа Демон Хантер Или рога козлиные надеть Уууу Какие вообще идеи? Может накидаем? Первое это по косплеить По косплеить, но надо найти где Наверняка можно было где-то закупить на Алиэкспрессе Какие-то там маски Рога и прочее Нейтрон видит, что здесь у нас андет Рога на соске, это будет зрелищно Черного властелина по косплеить Посадить жену вместо себя Ооо, кстати Страховцы в среде тоже были товарищи, действующие по схеме Занял Залил, ливнул Ха Жену с рогами Погнали Сразу нычка идет Козел бежит, но сюда бежит еще висп И Аааа, висп живой Можно диспельнуть трех скелетов Ай-яй-яй Классно упустил две гули на на виспа. Но в целом хорошо нейтрон здесь работает. Развел на койлы. Убил, по крайней мере, одну гулю. Заденавил, правда, ее Старбак. Три оф Эйджис пошло. Не хватает еще скелета здесь, в смысле виспа. Какой же он дикий-то, этот Старбак. Да как так? Что? Серьезно? У тебя же был... А, А, О! Хороший контроль, очень хороший контроль. Там Холлс оф Де Дед, то есть Т2 делается, леса не хватает на на экспант. Так, база. Пока контроль у нейтрона за ситуацией очень хороший. Правильная агрессия, правильная нычка, хороший тир, никого не потерял, ну кроме виспов. Как дела у стричка Никера? Страх ныча? Я не знаю. Последнее, что я помню, живой Никера видел на последнем ВЦГ, потому что в Китае было, и он со всеми уже знаком про геймерами китайскими. Что-то продавал. Он, во-первых, поступил в какой-то вуз китайский. Но это было еще давно. Собственно, переехал туда, занимался, подрабатывал на торговле где-то, чем-то, я не знаю, чем. Ну, в Китае наверняка опций очень много. Но последнее время, последний год-два, наверное, я не знаю, чем он занимается. Си-Джон говорит, он бизнес мутит. Да, Свен, про Никера. Грамотно сделал. Видите, ударил, сразу виспа заказал. Даже если он ему не нужен, просто гарантировать, что Кипр добьет этого Акалита, а не дерева. Хорошая разведка от Нейтрона на Экспанде. Своя нычка достроилась, он идет ее занимать. Почти третий ДК. Если бы Энто убил, третий уровень получил. А, там все равно и висп есть, все в порядке. Мана Берн. А у ДК же телепорта нет. О-о-о-о. Покусить скелетов виспа. Не хватает здесь внимания Нейтрона. Стандартного виспа нет на Криппинге. Он бы помог сразу же. Арчу пытается прикрыть Каким-то макаром Лич идет, сейчас снова будет сюда Нет, не успел кинуть новую Сейчас можно, можно, можно Жутри их Старбак теряется, он не успевает тоже У нее там лечевка должна Ее можно прикопать Да много движухи просто Куда, куда, куда телепорт Ай, гряда помешала Подблочила Теперь не успел прикопать И начинает работать аура К перемещению Что же Старбаку-то делать В такой ситуации Что ему с Экспандом делать Физским сейчас Розенберг, здравствуй Добрый вечер Димка второй Кипер на половину четвертой И Нейтрон здесь Если сильно не поошибается Отобьется от одного пуша А у него все есть для того Чтобы отбиться Кроме Мунвелла на 60 лимита Вот, начал делать, молодец За кого болеем? Ну, за Нейтроны За Нейтроны, но На сегодня, судя по всему Варкафт у меня заканчивается Потому что я Подустал уже Подустал А матчи именно сегодня Не такие интересные Завтра у нас днем Будет полуфинал Финал китайского турнира Там Фогич играет И сегодня они играли Тут уже с двух часов с часу Протектор поздно Мунвелл поздно Соник не сегодня Нет, Соник завтра Соник же дошел Он же не в первом туре отлетел Он проиграл в хавку В финале верхней сетки Поэтому он как бы пропускает Тур нижней части сетки И будет играть с победителем Вот если бы Фогич был Здесь бы протектор стоял Уже Не удалось бы так просто Старбаку занять За ней такую позицию 65-48 В целом должен отбиваться Димку дождается Третьего Да-да-да Да-да-да 63-47 63-47 Нет, Андетт здесь не продавит Андетт здесь не должен продавить Он пытается дерево съесть Но нейтрон не должен отпускать Он делает телепорт вообще А это персональный телепорт Испугал Берн где? Берн плеча Ой, хорош Красиво Дестройера бы фокуснуть Светокличение отличный Пошел фокусить Финдов Отличный моноберн Нет, отбивается и не дрожь А у Старбака нет продолжения после этой битвы Дестройера фокусит Минус 5 лимита Лича, кстати, можно убить Минус лич Берн отличный, ГГГЗ Красава, не трожь